Я испугалась, когда начали лететь кирпичи, вот этот кирпич большой, он обрушился капитально, он упал, не знаю, что это маячок или что, отсюда ввалился. И стало очень страшно. Уже много лет семья Положай живет с риском оказаться под завалами своего аварийного жилья. Наша телерадиокомпания неоднократно информировала о мытарствах одесситов и равнодушии к их проблеме коммунальщиков. Марина Ивановна Положай рассказывает, очередное обрушение в ее квартире произошло в среду на рассвете, когда они с мужем-пенсионером спали. Женщина признается, испугалась не на шутку. Это дом 1882 года, более 100 лет уже, 1892 года, да. И есть заключение о том, что это непригодно для жилья, так как это конюшня первая. Во-вторых, что оно, есть заключение комиссии, это уже обрушение, наверное, 16 или 15 маячки с 2002 года. Постоянно, вот понимаете, оно трещит. Если снять эти подпоры, все рухнет. Жилище 78-летнего пенсионера Станислава Положая и его супруги еще с 1985 года признаны аварийным. А с 2010-го начала буквально трещать по швам. Стены и потолок квартиры в огромных трещинах, пол проваливается в катакомбы. Минувшую зиму, рассказывают хозяева, многострадальные квартиры едва пережили. В доме нет горячей воды и отопления. Я не знаю, опять зима. Что зима? Зима уже была. Я тут ноги отморозил. Грел бутылками и все. Я опять, я не знаю. Уже в этой зиме еще такая, я не выживу. В какие бы инстанции деситы не обращались за помощью, они везде получали отказ. Единственное, что предложили пенсионеру представители ЖКС «Портофранковский» – переселиться. Правда, не в другую квартиру, а в одну из комнат гостиницы «Центральная». Переезжать в эти условия пенсионер и его супруга по понятным причинам отказываются. Одесситы объясняют, в гостинице отсутствуют условия для нормальной повседневной жизни. Наши ЖЭКи, ДЭЗы, к ним нечего обращаться. Даже к Приморской райадминистрации. Четко говорят, у нас жилья нет. Как может человек-инвалид, который передвигается на костылях, выселиться в гостинице, извините, на третий этаж? Марина Ивановна напоминает, что люди, которые были вынуждены переселиться в гостинице, годами ждут обещанного жилья. У супругов Положаев, увы, такого запаса на ожидании нет. А кроме гостиницы, продолжают свой печальный рассказ пенсионер и его супруга, им никуда переезжать не предлагали. Жители Пишоновской признаются, жить в аварийном доме им очень страшно. Ведь в любой момент они могут остаться под завалами. Но и деваться некуда. Однако ответственные службы, сетуют одесситы, беды двух пенсионеров заботят, видимо, в последнюю очередь. Все, что дом стал. Продолжение следует... Продолжение следует...